приветствую братьев зовут меня руслан хочу поделиться благодатью миром которую дал мне тот кто есть был и грядет иисус христос хотя столько лет прошло узнаете друзья некоторые события они как будто вчера случились хочу немножко сказать о сардийской церкви совсем немного и за себе немножко засвидетельствовать друзья написано так что иисус христос обращаясь к церкви говорит ты носишь имя будто жив но ты мертв бодруствую утверждая прочее близко к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред богом моим вспомни что ты принял и слышал и храни покайся друзья обычно мы говорим нужно покаяться а здесь говорится что перед покаянием ты вспомни что ты принял и слышал и вот такая мысль друзья чтобы нам сохранить свои одежды белые одежды да чтобы перед богом быть чистыми не скверниться в этом мире хорошо нам всегда помнить что дал нам бог какую благодать нам и мир он дал по всей видимости тот кому это обращение идет он забыл забыл не сохранил и теперь ему нужно вспомнить и покаяться друзья что вот могу я вспомнить что бог не дал чтобы это перед глазами моими было и чтобы это помогало мне в жизни мои следовать за христом родился я в обычной семье не совсем благополучный отец имел судимость вот но семья была такая своеобразная такая трудная вот самые такие добрые воспоминания с детства это как скажем так когда к бабушке дедушка ездил в анкерман это небольшой район сего стополя дедушка был верующим когда-то ходил церковь баптистскую но были причины по которым он стал реже ходить и какое-то время перестал сам он был пастухом пас кос которые у него были вот когда я приезжал к дедушке со своим братом родным он был младше меня его дедушка не брал с собой меня брал с собой мы поднимались горы и он пас косы я вместе с ним пас помогал ему и вот почему приятные воспоминания много доброты от него было и многом не говорил о боге семье у нас о боге не говорили хотя пока потом оказалось отец оказывается ну какой-то даже может быть церковь иногда даже когда-то в детстве приходил но это было забыто все велась такая у родителей скажем не христианская жизнь мягко сказать вот и дедушка мне говорил и я видел у него в руках библию и у меня день рождения так показал библию такая небольшая была обычная библия он говорит руслан говорит это самая дорогая книга в мире она самая дорогая эту книгу будет мне один раз пришлось закопать чтобы ее не забрали у нас не конфисковали во время гонений надо самая дорогая книга вот ты помни об этом что библия она дорогая книга о христе говорил и знаете мне так запомнилось мне лет может 8 было как-то эти слова так глубоко в сердце зашли мне и в девяностом году у нас в его стополе было землетрясение небольшое где-то 3 балла ну так трухануло дома люди испугались побегали на улице я в это время тоже дома был смотрю так шкаф заходил так сильно так задрожали так окна я испугался выскочил потом зашел а я жил на пятом этаже пятиэтажном доме ну и смотрю с окна люди начинают вниз стекаться с вещами там сумками а я тогда был один дома родители не было на работе на работе я вниз спускаюсь я что случилось они это ты что не видел землетрясение начало сейчас еще раз если затрясет может дом вообще упасть а я стою мне 10 лет а что мне делать а мне говорят люди ну ты горит пойди домой возьми что-нибудь самое дорогое драгоценное вынеси и здесь стой потому что может дом упасть я поднялся в дом пошел нашел паспорта родителей и вот так смотрю и лежит библия я так думаю да самая дорогая книга ее надо обязательно взять и я взял эту книгу вышел с ней мы стою с другими там ребята мои сверстники я не сумками много вынесли ярю ну мне сказали самое дорогое взять я и взял самое дорогое он показывал паспорта родителей библия самое дорогое а это что это такое но книга не видишь говорю книга а о чем эта книга книга о боге ну и так люди стоят и я говорю прошло время ну слава богу не было больше толчков мы поднялись и и уже ночевали дома родители пришли я им рассказал такое для меня это было самое доброе воспоминание из моего детства можно сказать но потом как то знаете забыл все что говорил дедушка и как-то и семья и вот это вот все что я видел сердце ожесточилось и так знаете думаю если ну мир меня будет ломать я буду ему давать сдачи и я так стал сдачи давать думаю если так то я буду так и знаете друзья вот в моем характере появилось такое противление сильная такая нелюбовь к людям можно сказать везде где не учился я был самый такой известный человек меня выгоняли везде где бы не был выгнали со школы я пошел в училище меня выгнали с третьего курса училища сказали извини мы не можем больше тебя терпеть три курса протерпели и выгнали выгнали с вечерней школы где учился везде где я был я ну как бы ну с неспокойный человек был такой впоследствии потом нашел таких же людей неспокойных и попал в определенные круги людей ну и стал делать то что они делают ну знаете друзья вот по всей во все это время вот до 22 года вот так я где-то в 15 16 лет ушел из дома вот так вот когда меня выгоняли я туда или туда приходил хотел найти себя в этом мире не получалось и где бы я не был и чтобы не делал я вижу в этом руку бога бог хранил меня многократно от смерти я имею свидетельство что бог именно как сохранил меня могли и убить и умереть мог такая остановка моей жизни произошла в 17 лет когда мой один из товарищей он был чуть меня больше на год старше умер за меня вместо меня и после этого когда копая могилу своему другу я так немножко осознал хотел остановиться но попав в этот круг знаете друзья так на самом деле тяжело освободиться в мире говорят о свободе абсолютно все люди несвободны им была надежда на определенные обстоятельства думал если женюсь как-то немножко отойду от этих людей освобожусь потом хотел был момент в море уйти но это я чуть попозже расскажу есть немножко время вот если бы мне выразить что такое несвобода в этом мире может быть кто-то не знает что такое несвобода и слава богу что не знает а я скажу так в такой истории друзья что такое быть рабом в этом мире это когда ты знаешь что от тебя ничего не зависит ты знаешь что тебя сейчас позовут и ты должен идти и вот представьте себе такая ситуация молодой человек девятнадцать лет хочется жить телефонный звонок поднимают трубку люди говорят руслан тебе дается полчаса ты должен быть готовым быть через полчаса возьмешь все необходимое в них спускайся и ты поедешь с нами поеду туда куда я не хочу ехать и делать то что я не хочу я вот так сел и думаю что мне делать а не хочу туда ехать а знаю если я не поеду будут очень серьезные последствия ну самое легкое это в больницу тебя отправят просто и все а самое сложное сами понимаете вот думаю как поступить я вот сижу дома или даже не дома где находился тогда я сижу достал нож у меня был и думаю сейчас я разрежу ногу они придут я покажу ногу скажем порезался не могу хромаю и вот так я взял нож и думаю сейчас воню нож и так знаете и чуть не заплакал я не могу это сделать я не могу и ногу разрезать я не хочу идти с ними вот такой вот вот этот вот это такой момент рабство этот момент рабство когда меня бог освободил ну я так немножко вперед забегу ко мне пришли друзья мои я покаялся я уже был женат и мне когда при моем покаянии подарили такой плакатик небольшой там был было написано старайтесь иметь мир со всеми святость это послание к евреям без которой никто не увидит господа я взял этот плакатик и на пва наклеил на стенке он до сих пор там наклеены не то содрать не может так постарался вот ко мне приходят мои товарищи начинают со мной разговаривать говорить там то всякие моменты там нужно туда пойти это сделать там и вдруг один такой поворачивается и такой смотрит на меня пальцем показывает это говорит что я могу знаешь юрий а я покаялся я в церковь хожу и стал он мне подходит так пальцем у виска покрутил ты что больной что ли а я не знаю что ему сказать и вот этот момент друзья происходит такой знаете для кого-то непонятно а для тех кто меня понимает чудо они готовы больной разворачиваются и уходят просто берут и уходят и я поймёт понимаю я свободен я больше от них не завишу они просто ушли все меня оставили конечно потом мы встречались мы разговаривали один даже говорит ты знаешь говорит ты счастливый человек ты правильно сделал это я так не могу а ты правильно сделал друзья и вот момент такой что вот я чуть вперед забегал забежал когда я уже не знал как освободиться я женился в 20 лет жене 19 лет было думаю хоть какой-то степени остановлюсь оказывается брак не останавливается но бог явил милость моя жена тоже член церкви на через год пока через год после меня приняла крещение я первый покаялся нашей семье когда я увидел что мне не помогает никакие скажем доводы там то что я женился я думаю тогда я уйду в море я уйду в море чтобы чуть-чуть легче жить стал и может быть по другому жить начну к тому времени многих из той компании посадили кого-то убили кто-то сам жизнь самоубийством покончил ну так она начала редеть значительно редеть и вот я когда поступил в училище в колледж до это колледжа я еще отучился вечерней школы я когда пришел ну я им как бы объяснил что не волнуйтесь вы меня не выгоните я отучусь действительно я постарался они меня не выгнали дали аттестат я пошел морской колледж когда морской колледж пришел я был неверующий человек когда я морской колледж заканчивал я уже знал что я в море не пойду я стал верующим почему море не пойду ну может быть я понял что теперь это не моя цель моя цель это церковь и служение богу узнаете друзья так интересно когда я приходил пришел в морской колледж с первых дней мы там я еще один мы взяли всю группу под свой контроль мы навели там порядок поставили свое устройство когда я заканчивал колледж я уже там свидетельствовал о христе и все эти люди которые видели меня начали это буквально год они удивлялись как жизнь изменилась я бросил курить бросил пить после принимать все что принимал и на их глазах такая перемена и там был один учитель интересно с которым мы очень сильно ругались его жена тоже была учительница и когда мы ругались не в колледже ну прям на уроке я срывал им уроки когда срывал урок прибегала его жена бросала свой класс и она успокаивала его и меня и когда я покаялся она заходит в класс ну слышит шум она заходит а мы спорим ну не спорим а мы с ним разговариваем о боге она такая ну понятно все это у вас уже последняя тема о чем мы не говорили наверное и вот она так вышла а мы с ним разговариваем и весь класс слушает нужно никто не может ни ему запретить не мне и мы так разговариваем ну я груду давайте я вам книгу подарю какую ты мне книгу а он такой здравый человек мыслящий давайте вот есть книга хорошая неоспоримый свидетельца джоша макдавова а я сам его прочитал мне так понравилась она и удавайте вам подарю но он такой ну давай ну если я говорю подарю вы мне дайте слова при всех чтобы ее прочитаете он поэтому прочитаю принес ему он прочитал через недели две я спрашиваю надо же теперь ему отчитаться он же слово дал и вот урок начинается с того что начинает отчитываться что он прочитал книгу это опять все слушают ну знаете друзья так слава богу уже когда вышел из морского колледжа как-то и церкви остался и бог благословил жена увидев мои перемены сначала как бы она так относилась к этому хотя сама хотела покаяться и даже говорила давай покаемся я говорю я не могу покаяться если я говорю покаюсь это немного надо будет оставить а я не знаю как это сделать и мой друг один из друзей моих я братьям уже рассказывал как там его к сожалению убили он к сожалению убили потом и я не смог ему засвидетельствовать что он что я покаялся и он мы был момент такой мы сидели вместе с ним а он узнал что мой отец покаялся и церковь ходил и он так говорит мне ты знаешь говорит руслан ты будешь баптистом ну так у меня неожиданно для меня была эта новость я говорю да нет я не буду баптистом что ты взял быть не ты будешь баптистом я тебе говорю посмотришь а он так улыбается и и ты знаешь лёша если я буду баптистом я с ума сойду ну то есть это для меня было но это было уже последняя такая и вот когда я покаялся я хотел ему сказать что я стал баптистом но к сожалению не получилось друзья хочется прославить бога уже заканчивая сказать что друзья нам надо помнить какую благодать нам дал христос что он нам дал спасение мир свободу если мы забудем об этом друзья мы будем действительно носить имя а внутри мы будем пустые и мертвые а если мы будем что будем помнить что бог наш великий бог и столько только он может дать счастье в этой жизни и только в нем можно иметь именно эту полноту радости друзья и ему только нужно служить друзья если мы будем помнить об этом то мы действительно будем те кто будет белых одеждах аминь